Видели эти фильмы по России, где главная роль, вот эта бедолага, побитая жизнью, да, вот эта вот вся нищая из деревни, всех родных и близких она, значит, схоронила, тут ее изнасиловал мужик, она тут же забеременела от него, его посадили, да, и тут она, видите ли, да, начинает новую жизнь с поездки в Москву. Садится вот это на автобус, да, с пакетиком трусиков и мчит, и только подъезжает на московский вокзал, да, только выходит, тут мчит Лексус, да, новенький, наезжает ей на пятки, оттуда выходит принц, все, любовь-морковь, мы едем на Рублевку. А вы сектанты хренового режиссера, да, вы понимаете, что вы зомбируете всех сельчанок, я все проверила, я ходила, бродила, я все проверила, я приехала из села, да, под названием жопа муравья, бродила, ходила, да, как коту сметаны вокруг этих вокзалов днями и ночами, неправда, все это, нету принцев, нету лекусов, все, обман. Ах, обман. Ребята, всем здорова, салоночная связь. Слушайте, ну, если чайка ездила в Москву с пакетом трусиков, чисто с пакетом целым, ну, разных, много-много разных, да, как бы, я думаю, в принципе, она не совсем за принцами, она за принцами, которые платили ей за каждый час общение. Зачем человеку пакет целый трусиков, скажите мне, пожалуйста, часто менять, потому что работа соответствующая, мокрее часто. Чайка, тебе нужно просто было смотреть немножко в другую сторону своей карьеры, не ходить вокруг вокзала, а тоже взять пакет трусиков, как бы, и задуматься на предпостроение карьерной лестницы немножко в другом амплуа, как бы. Ну, я чисто советую, как бы, чайка просто разочаровалась в Москве, в поездках в Москву. А можешь, в принципе, поехать на вахту в Москву, как бы, тоже котируются и приветствуются, почему бы и нет. Субтитры создавал DimaTorzok